Глубоководный район морского порта Архангельск, железнодорожная магистраль Белкамор, о приоритетных для арктической зоны проектах разговор на высоком уровне в Архангельске. Заседание морской коллегии при правительстве страны и президиума госкомиссии по развитию Арктики провел заместитель председателя правительства России Дмитрий Рогозин. Всего арктических проектов 17, на их воплощение в жизнь потребуется почти 3 триллиона рублей. Вложения российских инвесторов должны составить большую часть. Ремонт дорог в Архангельске в этом году принял почти федеральный масштаб, ведь именно из госбюджета Архангельск получил на обновление автомагистралей 100 миллионов рублей. На эти деньги при софинансировании областной казны было отремонтировано 14 улиц общей протяженностью 16 километров. Повезло и Северному округу. На улице Малиновского этим летом появились 5000 квадратных метров нового асфальта, а по обеим сторонам дороги новенькие тротуары с бордюрным камнем. Еще более масштабные работы прошли на улице Кировская. Фрезерование, устройство уравнивающего слоя, устройство дорожного покрытия толщиной 5 сантиметров тип Б, восстановление искусственных дорожных неровностей, планировка обочин. От дорог асфальтовых к дорожкам деревянным, но тоже очень важным. Мосточки появились на улицах Северного округа, Маймакс и Соломбалы, а также округовая равенофактория. Гарантия на сосновую доску минимум 10 лет. Дороги преобразований ведут в поселок Кемский Соломбальского округа. В этом году Архангельский ТОС вновь был признан одним из лучших в регионе. И не без оснований. Активисты создали на набережной реки Соломбалка настоящую зону отдыха. Проект благоустройства получил грантовую поддержку. В эти работы у нас вошла беседка, две скамейки и тротуарная плитка 70 метров квадратных. Всего из разных бюджетов на поддержку ТОСов Архангельска в этом году выделялось около 2,5 миллионов рублей. На следующий год запланирована аналогичная сумма. Позитивные изменения его округи в Аравинофактория. В начале лета там появилось новое оборудование в парке имени Грачева. Сквер на пересечении проспекта Ленинградский и улицы Русанова пополнили игровой комплекс шхуна и площадка для занятий скейтбордингом. В планах на следующий год оснащение двух волейбольных площадок. Мне нравится там по кольцам переползать. Нравятся качели. В сентябре в Архангельске открыл двери первый в области частный пансионат «Забота» для пожилых и маломобильных людей. Он рассчитан на 180 мест. Будет принимать северян на платной основе и по полисам медицинского страхования. Здесь присмотр, уход хороший, кормление. Все здесь есть. Медицинская помощь. Все-все абсолютно. Еще одно открытие, которого ждали десятилетия. Сквер недалеко от предмостной площади был благоустроен и назван в честь архангельского писателя Евгения Коковина. Теперь это площадка для отдыха, творчества и новых культурных проектов. Нам так понравилось, что мы будем каждый день ходить. В уходящем году город стал площадкой масштабного празднования 75-летия прихода в порт Архангельск первого союзного конвоя «Дервиш». Делегации стран-союзниц, федеральные и зарубежные СМИ. Наконец, принцесса Англии Анна с супругом и королевским оркестром. Многочисленных гостей Архангельск принимал в августе 2016-го. В дни торжеств в городской летописи появилась новая страница, имя которой «Аллея северных конвоев». Мы очень гордимся нашим городом, нашими предками, которые всеми силами защищали этот город. Сделали все для того, чтобы мы смогли сейчас жить, стоять здесь и гордиться ими. Еще один повод для гордости и веры в то, что прорыв возможен в любой сфере. Сдача первого социального дома на Московском проспекте 52. Программа переселения из аварийного фонда в Архангельске наконец заработала по-настоящему. 108 благоустроенных «двушек» и «трешек» приняли новоселов. Буквально через месяц рядом с этим домом появится точно такой же сосед. А в следующем году еще три. Строится социальное жилье и на Ленинградском проспекте. Там практически завершены четыре многоэтажки. Так что в Новый год Архангельск входит уверенно. Хотя, конечно, точек для приложения усилий власти еще предостаточно. Артемий Заварзин, Евгений Зыков, Денис Линчевский. Семь дней в регионе.